Понимание того, что работа государственных органов в первую очередь направлена на решение проблем, возникающих у каждого конкретного гражданина страны, должно быть присуще всем чиновникам. Эта мысль прозвучала на круглом столе, посвященном открытию нового офиса уполномоченного по правам человека. Омбудсман призван отстаивать и защищать права людей. У него также есть право на свою точку зрения. Эта важная роль в республике в данный момент возложена на осиду Шакрел. Я приветствую всех собравшихся здесь в зале. Я думаю, сегодня знаменательный день открытия офиса уполномоченного, официальное открытие офиса уполномоченного по правам человека. Как мы знаем, мы учредили этот институт еще в 2016-2017 году. Был назначен первый уполномоченный по правам человека Дима Маршан. Институт уполномоченного по правам человека – новое явление не только для Абхазии, но и для многих постсоциалистических стран. Это говорит о том, что эффективность его работы в республике будет зависеть от многих факторов и не в последнюю очередь от степени активности общества, подчеркивает осида Шакрел. Все вместе должны будем укреплять этот институт и поощрять защиту прав человека. То есть без совместных усилий это невозможно. Пожелал коллегам плодотворной работы на благо жителей страны и республики в целом спикер парламента Абхазии Валерий Кварчи. Я желаю, что в твоем лице и в Аркадии всем нормальной, плодотворной работают на благо нашего народа, на благо нашей страны. Не замалчивать проблемы, открыто обсуждать их в обществе, чтобы вместе находить наиболее приемлемые для всех сторон участников пути их решения. Вот ключ к развитию республики, считают специалисты. Решение правовых вопросов важное место имеет организация конструктивного диалога с властью, отмечают участники круглого стола. Наш первый президент Владислав Григорьевич Ардзенба, он придавал очень большое значение проблеме нарушения прав человека и, кстати, и в сфере межэтнических отношений. Поэтому по его инициативе в первом парламенте была создана комиссия по правам человека и межнациональным отношениям, которую вначале возглавил всем известный и уважаемый Юрий Николаевич Воронов. Ну а потом, когда он стал премьером, я стала возглавлять. Я хотела бы, чтобы мы способствовали тому, чтобы и у Асиды, и у ее сотрудников наладился такой диалог с властью. Параллель между становлением молодого независимого абхазского государства и утверждением здесь института омбудсмена провел в прошлом уполномоченный по правам человека Георгий Оторба. Офис омбудсмена как раз тот институт, который вот этому молодому государству может оказать очень хорошую помощь, избавить от дурных привычек некоторых, которые появляются во время роста, или не дать попасть в дурную компанию. Мы должны четко понимать, что перед нами не стоит задача возрождения абхазского царства. В Конституции речь идет о строительстве нового демократического государства, в котором права каждого гражданина защищены законом, отметил Дорофейд Бар. Все-таки мы никак не можем с вами от родового общинного строя уйти. Никак не получается у нас. И, к сожалению, чем дальше наблюдаем, тем больше мы возрождаем какие-то совершенно дикие формы древнего существования наших предков, которые даже в средневековье абхазские цари уже запретили и точку поставили, чтобы они не работали. Но мы с вами сегодня возрождаем кровную месть, вы хорошо знаете по принципу брака, каких-то других отношений и так далее. И вот здесь, как мне кажется, Седа Георгиевна, вот ваш институт, ваши сотрудники будут играть очень важную роль для того, чтобы защитить людей, которых никто не может защитить. Права человека являются его прерогативой. Факт рождения уже предполагает их наличие у каждого индивида. Этот момент должен осознаваться на принципиальном уровне. Лишь тогда справедливость может быть восстановлена. Заявить о себе, попробовать рассказать, а если не получается, то намекнуть о проблеме специалисту. Это тот путь, который обеспечит не только вашу защиту, но и здоровье общества в целом.